А мы на прошлой лекции сделали введение феноменологической теории сверхпроводимости и, и, интерпретируя эксперимент, установили, что в состоянии сверхпроводимости у вас энтропия в состоянии меньше, чем в нормальном состоянии. Теплоемкость испытывает скачок при переходе в это состояние. Это наводит на мысль, что то, что происходит с образцом при переходе сверхпроводящего состояния, имеет смысл описывать в рамках теории фазовых переходов. В частности, в рамках теории фазовых переходов второго рода Ландау. А мы вывели уравнение Лондонов, исходя из существования незатухающих токов, и объяснили эффект Мейснера, то есть затухание магнитного поля, то есть уменьшение магнитного поля, внесенного в образце, который в него внесен вглубь образца, то есть выталкивание магнитного поля, это эффект Мейснера. Вот сегодня я вот тогда в духе теории Ландау построю теорию, феноменологическую теорию, которая является более удовлетворительной, чем уравнение Лондонов. И покажу, какие из нее будут следовать интересные, за теорией исследовать следствия. Какие будут следствия из этого? Итак, вспомним, что... Первое. Важным понятием в теории Ландау является понятие параметра порядка. В данном случае это будет концентрация сверхпроводящих носителей. То есть когда у вас сверхпроводимости нет, нет того, что проводит сверхток. А из микроскопической теории известно, что сверхток переносится, то есть спаренными электронами. А поэтому формально можно сказать, что у вас, если ПСИ по модулю, макроскопическая волновая функция сверхпроводящих электронов, а то, поскольку ПСИ по модулю в квадрате, это есть плотность сверхпроводящих электронов, и они спарены, то можно сказать, что если у вас имеется число электронов сверхпроводящих, НС, то как раз выполняется вот такой квадратный 2 на ПСИ по модулю в квадрате. То есть это как связана плотность сверхпроводящих пар с числом электронов, которые имеются в образце, которые именно обеспечивают сверхток. Если сверхтока нет, то вот это НС или ПСИ обращается в ноль. А теперь важно, что если мы хотим описывать это как фазовый переход, то мы сказали, что если это в рамках теории Ландау, то в точке перехода вот этот параметр порядка ПСИ должен обращаться в ноль. А теперь давайте вспомним, как мы описывали. Фазовый переход второго рода, когда у вас абстрактно возникал ниже точки перехода спонтанный, не нулевой, спонтанный параметр порядка. Я сделаю небольшое замечание. Когда мы исследовали фазовые переходы второго рода, а для простоты, ну и не простоты, нам нужно было, чтобы существовала линия переходов. И для этого мы использовали, например, потенциал гипса. В данном случае мы будем использовать потенциал омега. И вот по какой причине. Если в теории фазовых переходов Ландау, который оказался в частности теории перехода ферромагнитного состояния, а мы использовали потенциал гипса, и что там было существенно, что параметр порядка всюду был однороден. То есть магничность была однородна по образцу. Сейчас же мы хотим учесть, то, что у вас параметр порядка, то есть плотность сверхпроводящих электронов, может изменяться вдоль образца или по образцу. И поэтому нам нужно взять и зафиксировать границы, чтобы понять, по отношению к чему, например, у вас возникают какие-то изменения параметра порядка. Если это давление у вас бы было, то непонятно было бы, что флуктуирует. То есть все нужно указать границы, в пределах которых у вас флуктуирует, или меняется, флуктуирует, это зависит от координаты, величина параметра порядка. Но раз мы зафиксировали объем, а чтобы была линия переходов, если раньше у вас была температура и давление, а если мы сейчас зафиксировали объем, то непонятно, что будет в качестве второй перемены. Но в качестве второй перемены у вас будет мю. И тогда у вас будет действительно, если раньше у вас была фазовая диаграмма, у вас была линия переходов в плоскости ТП, вдоль которой у вас было равновесие между фазами, то теперь это будет, при фиксированном объеме, теперь у вас будет просто пара Т мю. А раз Т мю, то есть если вы окисываете вашу систему в переменных Т мю и В, вот вместо этого, в переменных Т мю и В, то такой терапевтический потенциал называется омегой. Теперь давайте посмотрим, к чему это приводит. Это малосущественное, но обычно это не обращают внимания, но для строгости я вот сделал такие оговорки. Итак, плотность термодинамического потенциала омега в магнитном поле SH равняется омега N, то есть когда параметр порядка обращается в нуль, то есть у вас нет никаких сверхпроводящих частиц. Это вот то, что у нас раньше было омега нулевой. Плюс, поскольку волновая функция является комплексной величиной, а омега, то есть это, а омега является скаляром, то ясно, что ему нужно разлагать только по четным степеням параметра порядка Пси. То есть Пси по модулю в квадрате и плюс В пополам, а Пси по модулю в четвертой. Это понятно, эти члены у нас уже были в теории фазовых переходов второго рода. Теперь учнем то, что у вас может быть неоднородность. Неоднородность, например, будем считать, что она слабая. И поэтому у вас будет содержаться, например, член градиент. То есть, градиент Пси. Вот я вот пока так пишу. И понятно, поскольку это вектор. По модулю, давайте вот так вот напишу, вот на это расстояние, пока внимания не обращаете, вот градиент Пси по модулю в квадрате. Вот такой, видите, то есть у вас еще в разложении имеется не только вот член, не только вот Пси, но еще имеются градиенты Пси. То есть у вас учитывается то, что у вас волновая функция сверхпроводящих электронов, то есть параметр порядка, может меняться вдоль образца. теперь дальше, вот давайте вспомним, раз имеется градиент, это есть нечто похожее на импульс. поэтому можно написать вот минус и H градиент. Я ничего не изменил, я просто взял, выбрал множитель. Но раз это импульс, и в системе у вас, и система находится в магнитном поле, то вы знаете, что оператор импульса тогда заменяется на вот такую величину. Минус E деленное на С вектор потенциал. Ну теперь смотрите, на что это похоже. Это есть квадрат импульса. Поэтому я могу вот что сказать. У вас имеется вот такая величина. Вот это квадрат импульса, это то, что у вас вносит, я могу интерпретировать вот эту вещь как вклад кинетической энергии. То у вас имеются вот такие члены, а вот этот градиентный член, это есть как кинетическая энергия сверхпроводящих электронов. Помните, мы уже такое писали, когда выводили уравнение Лондона. И чтобы это было кинетическое уравнение, нужно написать здесь единица на удвоенную массу. Вообще говоря, следуют вот эти вот константы Е и М, которые имеют, соответственно, размерность заряда и массы. Такие же феноменологические константы, как А здесь, у меня описка, здесь должно быть А, которая обращается в 0 к точке перехода. Такие же феноменологические константы, как А и Б. Но поскольку потом мы захотим сравнивать с экспериментом, и уже известно, из микроскопической теории известно, что фактически ток переносится сверхпарами, спаренными электронами, то спаренными электронами означают, что у вас одновременно вот здесь заряд 2Е, а здесь будет удвоенная масса, то есть 4М. Ну вот такие вот соображения, которые переводят вот к появлению вот такого дополнительного члена, которого раньше не было в теории Ландау. Итак, первое, что должен быть, это учитывать неоднородность, а с другой стороны, в учет этой неоднородности, можно аналогично сказать, что у вас еще имеется как кинетическая энергия, поэтому это удобно, чтобы вот этот член имел такую структуру. И, наконец, поскольку имеется магнитное поле, то в образце плотность магнитной энергии ротор А, где А вектор потенциал, в квадрате, деленное на 8П, где ротор А, это есть магнитное поле В. Внутри образца. Вот такой вот, как бы, можно его просто постулировать, такой вид, а можно высказать некие физические соображения, которые к этому приводят. к такой плотности термодинамического потенциала. Теперь, в чем состоит задача? У вас система находится во внешнем поле. И у вас внутри этого поля параметр порядка и магнитное поле должны так подстроиться, чтобы удовлетворялись внешние условия. А подстройка означает, что вот эта величина, точнее, ее интеграл по объему, обращался бы, имела бы минимум. Поэтому, вначале, давайте рассмотрим поведение вот этой части, когда у вас магнитного поля нет. Тогда мы уже, что нужно сделать? А фактически нам нужно тогда взять и проварьировать, поскольку однородность у вас, то есть магнитного поля нет. Это означает, что вот просто вот этих членов нет. А тогда у вас просто можно минимизировать плотность термодинамического потенциала. И, например, если вы вычлите D омега S0 в нулевом магнитном поле по Пси, то вы получите вот условие, которое у нас было, это будет равновесное Пси нулевое решение отравнения по модулю в квадрате равняется минус А деленное на 2Б. И таким образом вы получаете, что омега S0 равняется омега Н минус А квадрат деленное на 2Б. А теперь давайте вспомним еще на прошлой лекции мы с вами показали, у нас было вот такое соотношение о разнице свободной энергии нормальными вот такое мы получили. Только если там было Fn и Fs, то у нас на языке омега оно у вас будет выглядеть так. Омега Н минус омега S0 равняется А квадрат Cm H квадрат Это есть критическое магнитное поле, при котором у вас сравнивается свободная терминологическая потенциала сверхпроводящая нормальная фаз, а деленное на 8П. Это с предыдущей лекции. И отсюда мы получаем связь критического поля вот с параметрами А и Б, которые определяет гамильтониан Ландаву, разложение Ландава. Получаете H квадрат Cm равняется 4П А квадрат деленное на Б. Теперь нам нужно учесть вот эти члены разложения. Это есть просто вот что бы было, если бы не было магнитного поля. Теперь смотрите, вот сюда входит вектор потенциал А. Он неоднозначен. Если проблема возникает только вот в этом месте, поскольку у вас ротор А уже это и есть Б. Б определено однозначно. А здесь имеется кажущаяся неоднозначность, хотя потенциал Омега должен быть однозначным. Здесь нужно вспомнить, что у вас входит не только А, а и волновая функция. А волновая функция физический смысл, она имеет только с точностью до фазы. Поэтому, если вы здесь, вот в этом члене, сделаете замену А на А' плюс градиент Фи, тогда магнитное поле вы совсем не измените, поскольку ротор градиента обращается в нуль. и одновременно сделаете замену Пси, ведете Пси-штрих, которая есть экспонента и 2Пи деленное на Фи нулевое Фи. Вот такую замену делаете и вводите вот такую фазу к волновой функции. Вот Фи здесь одинаковые. А Фи-ноль величина, которая есть Пи-Аш-Ц деленное на Е. То оказывается, что, если вы, итак, смотрите, здесь вы ничего не поменяли с точки зрения физики. Магнитное поле остались прежним. А здесь вы ничего не поменяли с точки зрения физики тоже, поскольку вы всего-навсего ввели изменили фазу волновой функции. Волновая функция придаст точность до фазы. Но, если вы подставите теперь вот эти А и Пси вот сюда, то вы здесь получите все то же самое. Только здесь возникнет А-штрих Пси-штрих. То есть у вас просто произойдет компенсация, то есть Фи просто выпадет из ответа. И вот такое говорят, что есть, то есть вот в этом случае вы видите, что вот плотность термического потенциала или сам термического потенциал, говорят, что они калибровочные варианты. То есть действительно можно здесь работать с А и никакого опасения при этом нет. А-х. После этих заместить, то есть теория хорошая. теперь вспомним, что вот это есть плотность потенциала гипса. И на самом деле нам нужно работать с интегралом. Интеграл по ДВ. Ну, давайте здесь. Тогда интеграл ДВ. Вот я вот так вот напишу, условно и по объему. И вот эта величина должна иметь минимум, когда я варьирую Пси. То есть Пси должно быть таким, чтобы вот эта величина имела минимум. Это означает, что вот вариация Пси должна быть такая, что вот первая вариация вот этого функционала обращается в нуль. Теперь вспомним, обратим внимание, что в отличие от теории Ландау для фазы первого второго рода, где у вас в параметре порядка была вещественная величина, хоть там была намагниченность, здесь Пси является комплексной величиной, это волновая функция. Поэтому вообще говоря, у вас имеется различие между Пси и Пси со звездой и волновой функцией. Поэтому давайте я сейчас просто возьму и напишу, что вот это есть а не нужно, чтобы вот этот интеграл, например, при вариации по Дельта Пси со звездой имел минимум. Варьир, то есть вот что такое здесь имеется Пси, то есть то есть вы смотрите например вот здесь у вас имеется Пси по модулю в квадрате это есть Пси на Пси со звездой. Поскольку каждый из этих вещей двух компонентов это Пси и Пси со звездочкой я могу варьировать независимо. То есть я могу считать вариацию Дельта Пси по Дельта Пси со звездой при этом сохраняя Пси это как это как независимые переменные поэтому давайте запишем вариацию вот этого функционала по Дельта Пси со звездой тогда что я имею ДВ я проварьирую все вот эти вещи по Дельта Пси со звездой смотрите что я получаю первое я получаю А А Пси плюс Б Пси на Пси по модулю в квадрате это есть здесь поскольку у вас Пси со звездочкой в квадрате когда вы варьируете у вас эта двойка пропадает плюс А единица на 4М а здесь я имею вот что смотрите минус И А H набло минус 2Е деленное на СА и я вот вот этот квадрат модуль я представляю как действие на Пси и действие такого же и комплексно сопряженное но комплексно сопряженное у вас будет просто Пси со звездочкой поэтому я получаю вот такую величину минус H А дельта Пси со звездой умноженное на А минус И H набло минус 2Е деленное на СА и вот так и умноженное на Пси И вот эта вариация обращается в 0 Как здесь теперь обращаю ваше внимание что вот здесь нужно вот так вот написать вот скобочки в том смысле что вот это набло она действует вот только вот на эту штуку а вот сюда она уже не действует вот на вот это Пси поэтому здесь я поставил квадратные скобки вот с такой оговоркой а теперь смотрите как приравнять вариацию к 0 если бы у меня было дельта Пси со звездочкой и дальше было выражение в скобках какое-то а то поскольку дельта Пси со звездочкой произвольно я варьирую то то что было бы в скобках обращалось бы в 0 у меня здесь вот такого выражения нет и моя цель вот привести вот к такому выражению как я сказал то есть мне нужно вот это дельта Пси как-то убрать чтобы оно выходило в виде множителя а как это лучше всего сделать вот давайте вот эту величину обозначим буквой В тогда вот это выражение я просто наметки да перепишется в таком виде без ИН Градиент давайте как будто значит теперь у меня на букву В действуют два члена вот этот и второй второй он тривиален это просто издомножение и поэтому поработаем только с первым членом первый член имеет какую структуру Градиент потом Дельта Пси со звездой вот даже я вот так вот напишу квадратные скобочки и умноженное на В В это просто обозначение чтобы не таскать этот комплекс за собой это означает вот квадратные скобки как я уже сказал означает что набло действует только вот на вот эту штуку и не действует на В теперь я перепишу это в таком виде набло градиент Пси со звездочкой на В теперь уже набло действует на все ну и чтобы восстановить справедливость я должен вычесть градиент Пси ой не градиент Пси дельта Пси я пишу снизу звездочку или сверху давайте сверху дельта Пси со звездочкой а умноженное на градиент В итак давайте вначале разберемся с этим членом поскольку здесь стоит вектор то фактически здесь стоит дивергенция таким образом у вас имеется интеграл от дивергенции интеграл от дивергенции преобразуется в интеграл по поверхности и чтобы интеграл и на поверхности у вас тогда получается вот такой член а а давайте я его выпишу вначале вот здесь сверху минус и а я теперь восстановлю вот эти вещи минус и а это вот то что будет от вот этого члена а минус и а минус а 2 е деленное на c а умноженное на n n это нарпаль поверхности и будет вот такой интеграл и на дельта пси и интеграл по поверхности а пси m вот теперь правильно и чтобы вот эта вариация обращалась в ноль вот эта штука на поверхности должна обращаться в ноль в каждой точке значит это есть вот такое как говорят граничное условие но оно нам может быть сегодня и не понадобится более интересный второй член вот это итак смотрите что мы с вами получили а вместо вот этого члена мы получили похожий но со знаком минус то есть набло видите но важно что теперь все у вас вместо v теперь вы можете подставить вот это выражение которое мы ввели обозначение но в результате у вас получается комплекс который зависит пропорционально дельта пси со звездочкой то есть что вы получили в результате а вы получили вот такое выражение смотрите а пси давайте вот так волновой функции а пси а плюс b пси на пси по модулю в квадрате здесь у вас будет тогда а плюс единица на 4 м а здесь теперь у вас возникло вот такое же выражение минус и аж градиент видите вот минус и аж градиент и минус 2 е то есть то же самое чуть-чуть давайте исправим у меня была небольшая ошибочка а вот эти выражения должны быть комплексно сопряжены комплексно сопряженность здесь дает дельта пси со звездочкой а вот здесь будет плюс вот исправьте пожалуйста поэтому когда вы подставите вместо вот сюда вот это выражение то что вы преобразовали у вас возникнет здесь минус то есть у вас будет смотрите вот такая величина которая действует на в то есть вот на этот вектор а вот эта операция которая возникает она в точности вот такая же поэтому фактически у вас возникает вот эта штука в квадрате то есть вы имеете а единица на 4 м и здесь будет минус и h градиент минус 2 е деленное на ц ц в квадрате в квадрате пси равняется нулю вот это уравнение называется первым уравнением Гинсбурга-Ландаула значит итак смотрите мы сейчас с вами нашли условия минимума потенциала омега при фиксированном магнитном поле то есть при фиксированном вектор потенциале и при фиксированном пси то есть варьирует только дельта пси со звездочкой в принципе если вы можете проварьировать не по пси со звездочкой а по пси и фактически вы получите такое же уравнение только комплексно сопряженное они в этом смысле эквивалентны поэтому нужно еще про варьировать вот эту штуку еще по вектор потенциала то есть смотрите что что вы здесь должны сделать какая идея вот расписываете вот давайте например а я поясню вот займемся например вот этим членом я просто выгодок подробно делать не буду но поясню как они получаются вот смотрите что у вас вот здесь есть здесь у вас есть а единица на 4 м и h градиент си со звездочкой и когда вы и умножено на такую же величину то есть вот это как комплексно сопряжен давайте очень длинный выход ну хорошо тем не менее давайте просто я хотел поясню как то и так переписывать в таком виде а 4м писать не буду сейчас получается и h набло а минус 2 е деленное на c а на пси со звездочкой а и умноженное на комплексно сопряженная минус точнее вот это есть комплексно запряженная а вот так минус и h набло минус 2 е деленное на c а на пси есть вот такая вот штука теперь нужно вот ее про варьировать где интеграл конечно по дельта а если что у вас получается один раз написали вот здесь дельта а это осталось и второе например вот это а оставляете вы смотрите когда вы в баре и так вот а зависит вот это член и вот этот когда вы вот эту штуку варьируете по дельта а понятно что вот это пропадает оно остается прежним и здесь появляется дельта а дальше можете по дельта а варьировать вот эту скобку тогда вот здесь ничего не меняется вот это при вариации не меняется и появляется дельта а здесь в результате у вас получается некое выражение пропорциональная дельта а это то что вот эти члены при вариации вектор потенциала не меняется поэтому пока мы ушли только вот измени я объяснил как получается дельта а вот отсюда член приду вот теперь еще у вас имеется ротор а его тоже нужно проварьировать а какое выражение вас возникает вам нужно вот дельта а от интеграла по dv ротор а в квадрате на восемь пи а это есть вот такая величина интеграл dv ротор а ну как квадрат а вариация действует сюда а а получается ротор дельта а поскольку операция взятия ротора и операция варьирования не а перестановочные ротор дельта а и деленное уже на 4 пи поскольку здесь был квадрат теперь идея какая заключается смотрите а здесь имеется ротор дельта а я что делаю я могу вот это проинтегрировать по частям то есть вот это ну символически по частям вот этот ротор перекинуть сюда и тогда у меня останется еще когда я перекинул вот а интеграл который есть дивергенция который преобразует точно так же как я показывал раньше в поверхностный член и этот у вас возникает внимательно слушайте возникает поверхностный член на поверхности и там будет вот интеграл домноженный на дельта а но поскольку у вас образец находится в фиксированном внешнем поле то вектор потенциал на поверхности измениться не должен он он должен быть непрерывен на поверхности в соответствии с подстроившись под внешний под внешний потенциал а поэтому поверхности член пропадает и в результате у вас возникнет ротор ротора а умноженный на дельта а и вот этот член который мы с вами объяснили он тоже будет пропорционально на дельта а в результате у вас возникает под интегралом выражения пропорциональная дельта а и вот этот коэффициент пропорциональности а он имеет вот такой вид а минус и аж е деленное на 2мс а минус и аж е деленное на 2мс квадрат а и 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 Давайте вот так напишу. Плюс ротор ротора А равняется нулю. Я объяснил, откуда берутся вот эти вещи. Вот это выражение. Казалось бы, сейчас я объясню, почему я не так много времени уделил выкладкам, поскольку у него будет очень простой физический смысл. Вот казалось бы, вот такая вот очень длинная конструкция. Так, нужно здесь вот поставить сколочки. Значит, давай теперь я вспомню, что ротор А это есть не что иное, как Б. А для магнитного поля у вас сравнение Максвелла есть. Ротор Б равняется 4Пи деленное на СЖ. Ротор Б равняется. Поэтому, вот смотрите, здесь вы имеете ротор Б. И можете вот этот ротор Б вот отсюда выражать через Ж, написав 4Пи деленное на СЖ. Тогда фактически что вы получаете? Если вы потом... Отсюда вы можете найти, чему равняется Ж. То есть, вы получаете вот такой ответ. ЖС. Ну, я, например, говорю, сверхпроводящее, поскольку у нас именно оно интересует. Давайте я где-то... ЖС. Равняется. Минус ИН на Е на 2МС. Вот такое выражение. А... Давайте я совсем честно напишу. Значит, здесь вот... Вначале только писать не буду. Значит, у вас здесь получается вот такое выражение. Вот такое получилось. Теперь, когда вы перенесли сюда, у вас появляется знак минус. И тогда вы должны теперь, тогда вот здесь, когда напишите выражение для тока, у вас получится. ЖС равняется. ИН Е деленное на 2М. А здесь будет минус тоже тогда. Минус. А 2Е на МС. А Си по модулю квадратик. То есть, фактически, вот то, что вы получили. Вот это уравнение. Теперь. Это известное выражение для тока в квантовой механике. Если у вас волновая функция была Пси, и она находится в магнитном поле, и описан вектор потенциалом А, то выражение для тока имеет вот такой смысл. То есть, как будто бы Пси была волновая функция электронов. Единственное, что у нее нормировка не на единицу, а на концентрацию сверхпроводящих электронов. Итак, мы получили то, что известное выражение из квантовой механики. Только теперь для сверхпроводящего тока. И вот это уравнение, ну, не для тока, а то, которое было, оно называется вторым уравнением Геймсбурга-Ландауа. Единственное, значит, теперь я, давайте я перепишу, оно нам понадобится еще раз, вот это уравнение, и мы его перепишем чуть аккуратнее. Значит, вот в таком виде оно было у вас. И H Е деленное на 2 МС Пси со звездой градиент Пси Зря я вытер, конечно, да. А минус Пси градиент Пси со звездой А плюс 2 Е квадрат деленное на МС квадрат А Пси по модулю в квадрате и плюс ротор ротора А деленное на 8, нет, на 4П. Итак, вот это второе уравнение Геймсбурга-Ландау, вот это первое. Первое я вытер. А, вот первое. Вот это первое. Вот это второе. А вот это граничное условие. Теперь давайте чуть-чуть упростим вид вот этих уравнений. это, хотя и громоздкое, но у него простой физический смысл. Ну, а с такого, видимо, мы уже встречались, когда не было градиентного члена. Теперь давайте введем новые переменные. Кси квадрат. Кси имеет размерность длины. Вот такую. h квадрат деленное на 4 ма. Дальше введем параметр лямбда. Лямбда квадрат такой, что это есть mc квадрат деленное на 4 пи. Это то, что у нас было на прошлой лекции. Лондоновская глубина проникновения в образец. mc квадрат 4 пи ns e квадрат. Вот такая величина там была. А теперь только ns мы выразим через параметры ну через пси 0 через равновесное значение параметра порядка в отсутствие градиента. Давайте даже, может, это и напишем. Вначале тогда вот так. Вместо пси вот которое было введем пси маленькую которая есть вот это вот все, что до сих пор у нас встречалось вот это пси это у нас будет вот такая вот штука вот пси большое а вместо пси большое мы введем пси маленькую которая есть пси большое деленное на пси 0 такое, что пси 0 по модулю в квадрате равняется ns пополам и в равновесии мы с вами нашли это параметры порядка это есть а по модулю деленное на b поэтому вот сюда можно вместо ns подставить его выражение через параметры разложения равняется mc квадрат деленное на 8p e e квадрат a по модулю так это можно вытереть и так мы ввели вот такие переменные а и используя вот эти обозначения тогда уравнение Гинсбурга первое и второе уравнение Гинсбурга-Ландау можно переписаться в таком виде c квадрат где не слышу где mc квадрат b правильно да mc квадрат b теперь правильно да 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 я согласен ну если вы успеваете следить очень хорошо молодец а c квадрат на а и набло плюс 2пи деленное на фи 0 фи 0 у меня я вводил это вот phc делить на e у вас должно быть а фи 0 в квадрате умноженное на пси минус пси и плюс пси на пси по модулю в квадрате равняется 0 вот чуть более простой вид все это вот эта длина давайте напишу фи 0 равняется phc деленное на e а я объясню почему этот множество вводится обычно пишется помните 2phc делить на e но поскольку заряд у нас фигурировал 2e поэтому вот эта двойка сократилась вот в этом большой физический смысл будет сейчас мы покажем итак это первое уравнение гензбурга ландау и второе а ротор это вот это ротора а ротор ротора а а равняется минус и и 0 а деленное на 4п а ланда квадрат здесь будет си со звездочкой градиент си минус си градиент си со звездой и минус си по модулю в квадрате деленное на ланда квадрат а вот в таком виде мы переписали второе уравнение гензбурга ландау теперь это нам уже не понадобится вот это первое у нас вот у нас второе давайте покажем что на самом деле мы уже вот это уравнение видели вот смотрите предположим что у вас волновая функция меняется следующим образом она комплексная у вас не меняется плотность электронов а меняется вот вдоль по образцу может меняться только фаза волновой функции тогда вы можете написать что ваше пси то есть короче говоря плотность электронов не меняется тогда вы можете написать что пси это есть пси по модулю на е степени и тета тета фаза а тета уже может зависеть от координат тогда во что у вас перейдет вот это уравнение смотрите у вас получается ротор ротора а равняется пси по модулю в квадрате деленное на лямбда квадрат то есть просто когда у вас только фаза у вас просто вот эта штука просто она у вас перейдет вот остается только градиент это а градиенты от модуля у вас пропадут что у вас получается пси по модулю в квадрате здесь будет а фи нулевое деленное на 2 пи градиент тета а 2 пи поскольку у вас вот эта четверка пропадет у вас будет два одинаковых члена насколько я помню да правильно а и минус а эта штука не меняется будет просто будет минус а теперь давайте вспомним что у нас вот такое уравнение уже было похоже похоже вот смотрите что у нас было вот этого члена не было а здесь у вас было какое вот было ротор b ротор a это было b у вас было ротор b а пропорционально вот такой величине и это было это уравнение было не калибровочным вариантом то есть видите здесь вот а теперь у вас появляется тета это фазоволновой функции и поэтому вот то что у вас раньше было то что мы называли уравнением лондонов то есть без этого члена то есть у вас было ротор ротора a равняется вот такое величине теперь у вас появился вот такой член и вы тем самым можете восстановить калибровочный вариант с теорией то есть теперь когда вы будете к a добавлять градиент у вас ничего меняться не будет нужно выписать давайте я его найду тогда чтобы вам было понятнее у вас было раньше вот такое уравнение ротор а ротора a равняется минус единица деленная на лямбда квадрат l ну вот такого типа у вас получались вещи теперь у вас появился еще вот такой член теперь давайте посмотрим к чему это приведет вот на самом деле вот появление вот этого градиентного члена наряду с тем что у нас оно делает а теорию правильной то есть у вас а как исследовало не обязательно определено однозначно хотя все физические следствия из него будут однозначными давайте посмотрим к чему приводит вот вот такая связь она приводит к следующему так называемому квантованию магнитного потока которая явилась одним из триумфов теории Геймсбурга-Ландау вот смотрите давайте рассмотрим образец помещенный в магнитное поле вот вид сверху магнитное поле например направлено вот так и в котором имеется полость ну давайте я полость я как раз а можно вот так вот вот смотрите если полости нет ну так как вы знаете из уравнения лондонов если вы возьмете вот смотрите еще раз как это получается из уравнения лондона берете ротор к этому уравнению применяете тогда что у вас получается ротор ротора ротора а ротор ротора это есть ротор ротора б ротор градиент равен нулю получается ротор а это б То есть получается ротор ротора B в сочности до множителя равняется минус B. А это приводит к тому, что у вас магнитное поле, как мы показали на прошлой лекции, затухает в двух образцах. Поэтому смотрите, если бы вот этой полости не было, то у вас магнитное поле всегда бы не проникло в образец. Почему он сюда не проникает? Поскольку и токов здесь нет. То есть если бы вот этой полости не было, то здесь бы поле равнялось нулю. И равенство нулю этого поля было бы связано только с тем, что у вас текут поверхностные токи. То есть эти поверхностные токи создают магнитный момент, который экранирует магнитное поле. Теперь смотрите, если у вас здесь есть полость, то в принципе у вас здесь тоже могут циркулировать токи по поверхности. И вот эти токи могут создавать поле в полости. То есть вот здесь поля нет, а в полости они вообще говоря могут быть. И вот давайте посмотрим, к чему интересному это приводит, к какому интересному эффекту. Вот возьмем вот это уравнение. А и рассмотрю вот это все в толще сверхпроводника. Правильно? И рассмотрю вот это уравнение вот на вот таком контуре, который находится в толще сверхпроводника. Вот такой контур. Итак, здесь полость, контур, в толще сверхпроводника. Что вы можете сказать о магнитном поле, которое вот есть здесь? Ноль. Ноль. Правильно? А вектор потенциал ноль или не ноль? Тоже ноль. Нет. Только магнитное поле ноль. Вектор потенциал не обязательно ноль. То есть вы можете сказать, вот ротор B равен нулю. И подавно тогда ротор вот этой величине есть нуль. Правильно? Теперь смотрите. Я рассмотрю вот на контуре. Тогда интеграл от нуля по этому контуру равен нулю. Вектор А не ноль, хотя бы потому, что он неопределён однозначно. Понимаете? Если вы взяли ноль, то вы всегда к нему можете добавить градиент. Понятно или нет? Бессмысленно говорить. Ну да. Он у вас был, на прошлой векции он у вас был ноль, только потому, что вы выбирали определённую калибровку. И тогда все таковало. А здесь у вас... И этим вот хороша та теория, которую мы сейчас развиваем. Бессмысленно говорить, чему он равен, а когда он неопределён однозначно. Итак, смотрим. Вот это... Итак, интеграл равен нулю. Значит, смотрите, что мы получаем тогда? Тогда интеграл вот по этому контуру вот такой величины равен нулю. Это что такое? Тогда можно написать интеграл φ нулевое делённое на 2π а градиент θ вот по этому контуру равняется интегралу а дельта l. Вот такому криво-линлинному интегралу. Пока ещё ничего, казалось бы, интересного нет. Но вот здесь нам помогает математика. Интеграл по контуру на самом деле равен интегралу от потока ротора-вектора через поверхность. То есть, вот вы можете взять, вот у вас был интеграл по контуру, вы можете взять любую поверхность, не обязательно плоскую, важно, чтобы эта поверхность опиралась как куполом на вот этот контур. Что такое? Значит, вот давайте напишем интеграл по поверхности. Что такое ротор А? Это B. Что такое BDS? Это плотность потока через поверхность, правильно? Значит, вот этот интеграл, если что иное, как полный поток равняется φ. Полный поток через вот вот эту поверхность. как бы. Теперь смотрите. А чему равняется, мы сказали здесь, магнитное поле вне полости? То есть, между вот этим контуром и вот здесь. Ну? Ноль. Ноль. Правильно? А поток имеется. Значит, что вы можете сказать, что этот поток где проходит? В полости. В полости. В полости. Итак, мы с вами получили, что поток в полости есть вот такой интеграл. Дальше. Волновая функция. Здесь стоит волновая функция, правильно? Чтобы она была однозначна. Когда вы обходите контур, как она может изменяться? Неправильно. Не волновая функция однозначна, а чтобы не нарушался физический смысл. А нет, я по-другому скажу. Вот у вас была в какой-то точке была волновая функция. Вы обошли контур. Волновая функция может при этом измениться? Может. Может, но нужно аккуратно говорить, что мы понимаем по слову может. Правильно? Ее фаза, вот так, когда шли, вот фаза вот здесь, она еще может быть чуть-чуть отличаться от 2π. Но когда вы сюда придете, она должна быть кратно 2π. То есть, то, что она меняется, ничего страшного нет. Правильно? Это означает, что вот эта фаза, интеграл от фазы, обязательно, чтобы теория была однозначной, пропорционален 2π на целое число. Значит, что мы получаем? Что? φ равняется n на φ нулевое. то есть, это означает, что если вы поместили ваш образец, и он находится в магнитном поле, и в нем имеется полость, то магнитный поток, который находится в этой полости, квантуется и пропорционален вот такой величине. Смотрите, какое важное следствие. Откуда взялась вот эта величина? Я напомню. Мы писали функционал Геймсбурга-Ландау. И вот здесь мы написали 2e и 4m. Но если 4m это как бы не очень существенно для нас, то 2e это принципиально. Поскольку вот на самом деле вот какая у нас была бы теория. Вот есть 2π h у нас бы было и деленное на 2e. То есть, вот как бы на эффективный заряд. Вот у нас что получилось. И вы видите, что у вас то, что именно поток будет вот такой, где я его написал, вот, а квант потока не в 2 раза больше, как у нас было. Это и следствие того, что вы вот здесь написали заряд. То есть, таким образом, если вы ставите эксперимент, а по измерению магнитного потока, что и было сделано, и убедились, что кмант магнитного потока, а именно PHC делить на e, что говорит о том, что носителями сверхтока является частица, которая имеет удвоенный заряд. Таким образом, вот постановка эксперимента по измерению магнитного поля в полости, первое, она показывает то, что магнитный поток монтуется, а второе, то, что она говорит о том, что именно заряд, который фигурирует в уравнении Гейсбург-Ландау, есть удвоенный заряд электрона, то есть, говорит, в пользу того, что у вас имеется спаривание электронов при явлении сверхпроводимости. А мы бы вами выяснили, что лянда, которая здесь встречается, отвечает лондонской грудне проникновения, поскольку из вот этого уравнения у вас получается уравнение лондона, поэтому физический смысл лянда прост, а буква С в двух словах я тогда скажу, что это такое, она возникает у вас, когда вы изучаете сверхпроводники второго рода, то есть, когда нет эффекта Мисснера. То есть, если у вас вот имеется образец, который находится в магнитном поле, полости нет, и вы помещаетесь в магнитное поле, то здесь возникает вихри или вихри, как правильно, размером кси, и вот мы покажем, ну, это, наверное, уже на лекциях не будет, потому что сегодня, по-видимому, последняя лекция, но у вас будут семинарские задачки, где будет вот показано, к чему приводит наличие вот этого параметра кси. Физический смысл в том, что вот кси, это есть размер нормальной области, то есть, не сверхпроводящей, и у вас циркулирует вот здесь по поверхности сверхпроводящей токи по поверхности вот этого вихря на глубине лямбда. И одно замечание, поскольку, строго говоря, мы сказали, что это у вас поток полости, на самом деле вы знаете, что у вас магнитное поле в образец фактически проникает, но на глубину лямбда. И поэтому, чтобы все наши рассуждения были правильны, размер вот этой полости должен быть омного больше лондонской глубины проникновения, тогда действительно весь поток полностью приходится на дырку на полости. ламбда. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok